помню как мы сюда приехали первый раз полтора года назад это не первый раз нет это было единственно раз когда я сюда приехала после этого стройку живел андрей да я вел стройку но начал я не самого начала фундамент здесь делали до меня тоже наши ребята наша команда да но я приехал первый раз здесь был снег все заметено и я вот так вот по колено в сугробе залез на фундамент посмотреть сделано ли подкладочная доска потому что как раз нужно было собирать ее посмотрел даже размеры проверил и сказал ребятам да окей приезжайте собирайте похоже тебе повезло потому что когда я сюда ехала это была не зима и здесь была такая дорога машина это была 6 я удивляюсь как она доехала до сюда когда сюда приехали мне показалось что это может быть не реальный проект потому что ну такая деревня глухая вообще глухая и ничего не предвещало чтобы здесь такое появилось мне кажется здесь заказчик центр притяжения в этой деревне такой он формирует здесь жизнь у него самый большой самый красивый дом и я думаю самая красивая баня несмотря при всем критичном отношении иногда к нашим объектам вот все таки и думаю что да это самая красивая здесь не только баня даже самое красивое строение получилось да и посмотрим поближе что там давай пройдемся сразу хочу сказать что вот эту террасу делали не мы с купелью и и ей занимались те же люди которые делали ландшафт вот пруд выкопали сделали купель дорожки а вот цоколь еще не успели отдать и значит я бы не сказал что я заметил бы переход сильно разницы нету то есть принципе ну нет вижу саморезы переход ты заметишь когда пройдешься не пройдем и не будем не будем не будем критиковать чужую работу это любимое дело строителей критиковать чужую работу мне кажется что классно вообще вид офигеть и и вода и отсюда хорошо несколько неожиданно я вижу здесь есть отличие от проекта это адаптация здесь не самый типичный проект здесь угол кровли расположен не самым стандартным образом то есть у нас вход в баню и террасу со стороны карниза не со стороны фронтона со стороны карниза поэтому у нас длинный скат и не очень большая высота вот здесь а ты знаешь почему так получилось было уже планировка который заказчик утвердил сказал вот так кстати вот друзья главный дом он большой но это уже другой участок и он посвящен целиком этой бане здесь вот конечно видно не видно на камере но на самом деле следы от ботинок на террасе остаются поступки прошелся по грунту если это не чистый газончик а вот как здесь то следует следы остаются и мне это навеяло такие мысли а зачем мы делаем желтыми террасы давайте делать террасы серыми ведь классно же получается классно но слишком много серого у нас серые стены и все-таки заказчик выбирает ему надо хочется посветлее зато вот они гармонируют с наличниками сортами слушай да мне мне лучше практичней серым покрасил все хорошо но будут ли на это соглашаться наши заказчики если вам интересно разобраться в теме то на валдае мы сделали серые наличники серые террасы и соответственно серые стены до получилось тоже очень круто в общем ждем ваших комменты реально что вам больше нравится серый серебристый цвет или все-таки сочетание золотистым что касается все-таки окон дим здесь конечно запроектированы сначала на картинке нарисованы прямоугольные окна но из-за того что вот по высоте они не помещались ты помнишь эту дискуссию мы обсуждали со сборщиками но я считаю что это наша сила но наше преимущество когда мы можем доработать проект так ну что-то подправить что-то подкорректировать что ну редко когда строительство бывает так что вот все как запланировал так и будет и наше решение было такое что мы сделали несколько трапециевидные вот здесь вот окна под них трапециевидные наличники потому что если бы они были бы классические у нас прямоугольные то сюда они не влезали нужно было бы это понять высоту друзья вот смотрите ну наверное да можно принять эту работу как хорошую да но я бы назвал это отлично потому что отличная работа она вот здесь а вот здесь четко соосно вертикальная горизонтальная продольная поперечная балки здесь все пересекается четко здесь есть некоторое смещение сюда приезжали ребята мы же здесь много чего исправляли еще потому что ну были некоторые технологические ошибки ну можно хвалиться и говорить что мы не ошибаемся ну мы ошибаемся здесь есть ошибки но сила в том чтобы желать и хотеть и мочь их исправлять посмотрим вот это можно с давидом поговорить он об этом расскажет подробнее так ну давид расскажите вкратце какие впечатления и кстати не удивлять сидим мы почти что при свечах без электричества в деревне нет света за до завтра вроде бы не будет но баня топится кстати я же вот не помню до конца как вы нас нашли ну мне кажется что каким-то образом я наткнулся на ваши ролики на youtube и эти все-таки не facebook нет нет вот я сейчас понимаю что мы недооценивали роль ютюба мы много всегда развивались там соц сетях facebook инстаграма youtube на самом деле платформа очень для строителей ну конечно она наглядно там просто все можно увидеть ну а дальше дело техники сайт телефон и на каком этапе вы поняли что можно с нами иметь дело можно можно работать на этапе проекта на этапе сметы на этапе я не знаю там еще что-то там знакомства дак ну это все вместе как это пакет по кирпичику в копилку здесь не было какого-то и че из он не было никакого-то единого такого добавлялась потому что у меня изначально была идея здесь вообще сделал счетовую баню поскольку я так так бревну отношусь так себе ну как хорошо но поскольку с бревном работа это достаточно тяжелая вещь и потом эти дома ведутся так себе из бруса точно не хотел поэтому не вообще была идея сделать и счетовую и только парилку выложить там липой и посмотрев на ваши вещи посмотрел что цена в принципе ну не то что сопоставимо но разумно больше а выглядит это конечно не разумно раньше я подумал как ты купить так купить потом был проект и так далее но оно все было в целом достаточно разумно и в хорошие сроки то что редко происходит у нас значит соответственно ничего не не было каких-то таких каких красных флажков скажем так ну и ребята ваши конечно произвели впечатление которые котлован тут копали вообще живые бульдозеры все все были восхищены хотели их они ходили на них смотреть как они копаются вот то что к новому году все-таки смогли это дело запустить мне уже даже не верилось как вы по результату даже при тех недостатков которые которые есть мы с удовольствием бани пользуемся и и все кто приезжает все довольны и всем все нравится и выглядит красиво и так это как у нас рублено тоже в общем все всем нравится да так даже такие критичные люди приходят так ну да тут так конечно неплохо сделано ну а в отношении планировочных решений чтобы поменяли чтобы по-другому сделали ну парилка меня полностью устраивает я бы наверное добавил бы там полметра туда и метра полтора сюда побольше но это всегда так и всегда что-то не хватает ну кстати да соглашусь почти всегда заказчики практически всегда вообще вот у меня дома например в городе там тоже гостиная такая еще бы метр полтора и было бы совсем хорошо так что-то не помещается мы сейчас говорим оба не до пара баню человек конечно думает прежде всего ну что такое баня баня топорная это там могут посидеть я не хочу какой-то там особый там лухари лакшери не нужно такого так все говорят но с другой стороны когда потом все садятся да и хочется уже может быть и чтобы было побольше места и чтобы было какие-то дополнительные там возможности но есть то что есть а цвет вот и был ли . вот а был кто-то говорил а чё так серо чё так мрачно почему так вот не были вопроса вот типа там шкурить будете или чё что-нибудь выберу нет а зачем вау вот это да вы говорили вечером банька получится сегодня все равно про саму парилку да заходить мы туда не будем потому что она греется и не не нам не техники там делать нечего собаки кстати вот что в парилке важно организация собственно полок и мест подход сидеть и так далее очень часто люди делают в бане вот так вот с этой стороны и также стой и там из 3 и все это хорошо сидеть болтать удобно париться совершенно неудобно потому что чтобы париться нужно подойти поближе они вот так да по сути к полоку для парения нужно относиться также как полоку нет ни к полу ка как столу для массажа то есть к нему нужно подойти вплотную я должен быть на высоте пояса приблизительно плюс-минус и поэтому вот эти ступеньки амфилада этот ступенек типа финской сауна она категорически не подходит для русской бани широкий полок с высотой 78 сантиметров от пола поэтому и вот специально для такой задачи делаем полок для парения и полки для сидения это двое разных задач и и поэтому парной есть и то и другое и посидеть и полежать если честно отсюда не хочется даже уходить свет горит банька растоплена но нам пора возвращаться в москву давиду пора попариться и я хочу вам пожелать чтобы баня служил как можно дольше и как можно больше вас радовало и вас ваших друзей и ваших близких в общем от всей души вам желаю получать нас удовольствие от того что у нас с вами получилось хорошо этим спасибо вам свою очередь мало верны спасибо собственно за это прекрасное сооружение хороший не очень близко и к сожалению дороге чтобы она была не очень тяжелая да а мы еще попробуем сегодня попариться спасибо спасибо спасибо